Знакомы ли вам такие женщины, которые при всей своей внешней привлекательности и популярности у мужчин совсем не хотят выходить замуж и заводить семью? Они предпочитают делать карьеру и проводить время в компании мужчин, с которыми они общаются на равных, и которые воспринимают их как своего парня. Если да, то поздравляю, вы имеете дело с женщиной с архетипом Афины. Приветствую всех, кто с нетерпением ждал продолжения разбора архетипов. В прошлых видео я рассказала вам про три женских архетипа – Геры, Деметры и Персифоны, которые относятся к группе так называемых зависимых или уязвимых богинь. И свое название они получили из-за того, что женщины с этими архетипами прежде всего нацелены на семью и детей, и без них не видят счастья в своей жизни. Теперь я записываю серию новых видео, в которых я расскажу про независимых богинь. К ним относятся Афина, Артемида и Гестия. И эти женщины прежде всего ориентированы на самореализацию. Независимых богинь еще иногда называют девственные богини. Но девственность, в прямом смысле этого слова, конечно, употребляется только в отношении мифологии. Если мы вспомним легенды и мифы Древней Греции, которые мы все в детстве читали, то среди них был рассказ про богиню любви Афродиту. И вот там были такие строчки, что сила любви, которой заведует эта богиня, столь велика, что ей не могут сопротивляться даже боги. Только воительница Афина, Гестия и Артемида не подвластны ее могуществу. Это означает, что эти три богини добровольно отказались от отношений и семьи, и в их жизни никогда не было возлюбленных. В современной жизни женщины с этими архетипами, конечно, могут иметь и отношения, и даже семью. Но девственность здесь употребляется в переносном смысле и означает, что эти женщины абсолютно самодостаточны и не нуждаются ни в каком мужском дополнении или влиянии. Давайте сейчас кратко рассмотрим три женских архетипа, а потом конкретно остановимся на одном из них. Итак, женщина с архетипом Афины обладает мужским характером и складом ума. Она предпочитает мужское общество, но не ради флирта и повышенного внимания, а потому что ей искренне интересны мужские занятия, дела и увлечения. Женщина с архетипом Артемида наоборот предпочитает общество женщин, а к мужчинам относится снисходительно и даже немного высокомерно и презрительно. Женщина с архетипом Гестии абсолютно самодостаточна и ни в каком обществе не нуждается. А сейчас мы подробно рассмотрим архетип Афины. Чтобы лучше понять женщину с архетипом Афины, давайте обратимся к мифологии. Итак, богиня Афина была дочерью Зевса, рожденной прямо из его головы. Что интересно, у нее был только отец и не было матери. По крайней мере, так утверждают мифы. На самом деле, формально, мать у Афины все-таки была. Ей являлась богиня мудрости Метида. Но история эта запутанная, долгая, и началась она давным-давно. В те времена, когда у родителей Зевса, бога Крона и Реи, было пятеро детей. И вот в один прекрасный день бог Крон узнал, что один из его детей свергнет его. И тогда он приказал своей жене Реи приносить ему каждого рожденного младенца. И пожирал его. И когда настала очередь Зевса, мать решила спасти его. И преподнесла Крону вместо младенца камень, завернутый в пеленки. А самого Зевса она унесла на небольшой остров, где его вскормила божественная коза Амалфея. А когда маленький Зевс плакал, то юные полубоги Куреты ударяли мечами о свои щиты, чтобы Крон не слышал плача своего маленького сына. Когда Зевс вырос, он убил Крона, распорол ему чрево и освободил всех своих братьев и сестер, которые в благодарность признали его верховным богом. Шло время, Зевс возмужал, женился на своей сестре Гери, стал царем богов. И вот опять в один прекрасный день ему прилетает предсказание, что ребенок богини Метиды свергнет его. Зевс, наученный горьким опытом, понимает, проклятия сбываются и следует примеру своего отца, поэтому он взял богиню Метиду и проглотил ее. И тут же его сковала сильнейшая головная боль, настолько сильная, что он не мог ни есть и ни спать. И тогда он приказал своему сыну, богу Гефесту, раскроить ему череп, чтобы посмотреть, что же там такое. И когда Гефест сделал это, то взору изумленных богов предстала прекраснейшая дева, сверкающая золотых доспехов. Образ ее был грозный, а во взгляде читалась великая мудрость. Таким образом, получается, что Афина унаследовала качество своих обоих родителей. Грозный вид от Зевса и мудрость от своей матери Метиды. Афина заняла свое место среди олимпийских богов. Она была богиней-воительницей, богиней мудрости, а также покровительствовала наукам, искусствам и ремеслам. Афина была любимой дочерью Зевса и, видимо, самым любимым его ребенком вообще. В современной жизни девочка с архетипом Афины растет любимой папиной дочкой. Только в отличие от Персифоны, которая мамина и папина принцесса, которые ее балуют и защищают от трудностей мира, отец общается с Афиной практически на равных, без скидки на возраст. Плюс он считает, что долой гендерной предрассудки, девочки ничуть не хуже мальчиков, поэтому в своей жизни они должны уметь то же самое, что и мужчины. Так что отец Афины часто привлекает ее к мужским занятиям, например, берет ее на рыбалку, в походы, на охоту, учит ее всему, что знает сам, что-то чинить, что-то мастерить и таким образом дает ей все полезные навыки в жизни. И, конечно, Афина, девочка с архетипом Афины, куда ближе с отцом, чем с матерью. И благодаря такой близости с папой, Афина вырастает очень уверенной в себе девушкой, которая общается с мужчиной практически на равных. И она не понимает, почему с мужчинами она должна вести себя как-то по-особенному, флиртовать или показывать свою женскую слабость. Но, как ни странно, несмотря на свое уверенное и равное поведение, Афина очень привлекает мужчин. Возможно, за счет своей высокой самооценки и какой-то особой энергетики. Давайте снова обратимся к мифологии, потому что в ней есть два очень интересных момента, на которые вы, скорее всего, не обращали внимания и которые мы сейчас разберем. Первый момент связан с тем, что Афина была женщиной, но при этом она являлась богиней-воительницей, покровительствующей великим греческим героем, например, своему сводному брату Гераклу или хитроумному Одиссею, который вообще являлся ее любимцем. И вот это тот самый момент. То есть величайшие греческие герои находились под покровительством не бога-воителя, не какого-то бога-силача, а под покровительством женщины. Именно Афине они возводили храмы и алтари, и именно ей молились о неспослании победы в боях или в подвигах. Второй момент связан с мифом о том, как Афина и ее дядя бог Марий Посейдон соперничали над тем, кто будет хозяином над всей Атикой. Атика – это историческая область центральной Греции. И вот жители Атики собрались наблюдать за соревнованием богов. Первым вышел Посейдон, он поднял свой трезубец и вонзил его в скалу, откуда хлынул поток воды. Сначала жители обрадовались, но потом попробовали эту воду и поняли, что она соленая. Тогда вышла Афина, она вонзила в землю свое копье, и оно превратилось в цветущую оливу. И жители Атики присудили победу Афине, потому что соленой воды у них и так много, а оливковая роща – это вот то, что надо. С чем связан интересный момент? С тем, что в глубоко патриархальной Греции допускалось, что женщина участвует в соревнованиях, в борьбе за власть, участвует с мужчиной, с мужчиной, который ее старше, и при этом одерживает победу. В современной жизни женщина с архетипом Афины никогда не потерпит над собой мужской власти, мужского авторитета и мужской правоты только на основании половой принадлежности. Она может подчиняться мужчине, может даже сказать ему «да, ты прав», но только в том случае, если для этого есть объективные и веские причины. Взрослая женщина с архетипом Афины нередко становится бизнес-леди, причем в сугубо мужской сфере, в которой чувствует себя вполне уверенно и свободно, и общается она со своими деловыми коллегами, мужчинами, абсолютно на равных. Брак для женщины с архетипом Афины никогда не является приоритетом. Она может много лет находиться в незарегистрированных отношениях и искренне считает, что штамп в паспорте ничего не меняет. И если уж она за кого и выйдет замуж, то, скорее всего, за того мужчину, который больше всего похож на ее отца. С детьми у женщины с архетипом Афины отношения складываются либо дружеские, либо спокойно нейтральные, потому что Афина общается со своими детьми на равных, считает их свободными личностями и в их личную жизнь не лезет. Кроме того, Афина до старости остается бодрой, активной, в курсе всех последних тенденций, поэтому ей всегда есть о чем поговорить и со своими детьми, и с молодежью вообще. Женское общество Афину интересует не особо, потому что она считает, что женские проблемы и женские интересы слишком скучные и мелочные. Но подруги у нее быть, конечно, могут, только в том случае, если они в чем-то похожи на нее по уму и по характеру. При этом женщина с архетипом Афины не чужда тщеславия. Она любит ухаживать за собой, красиво наряжаться и может даже увлекаться такими женскими хобби, как вязание, шитье и вышивание, потому что богиня Афина когда-то была покровительницей ткачей. А теперь давайте поговорим о том, кто из литературных персонажей мог бы проиллюстрировать архетип Афины. На самом деле таких примеров немало. Например, Алиса Селезнева из произведений Кира Булычева «Тайна третьей планеты» и «Гости из будущего». Также сюда хорошо подходит Гермиона Грейнджер из серии романов про Гарри Поттера, потому что, насколько мы помним, подруг у нее особых не было, и она проводила время в компании Гарри и Рона. Также она всегда стремилась к знаниям и была лучшей ученицей в Хогварте. Кстати, если вы вспомните еще примеры, пишите их в комментариях, будет интересно обсудить. В реальной жизни женщин с архетипом Афины также немало. И сюда мы можем привести в качестве примера, например, королеву Англии Елизавету I и Тюдор, Маргарет Тэтчер, Ангелу Меркель и многих других. В принципе, все женщины-политики, которые находятся долго у власти или которые стоят во главе крупных корпораций, подходят в качестве архетипа Афины. И вот вроде бы настало время поговорить про темную сторону архетипа Афины. Но кажется, ее нет. И темной стороной Афины является архетип Артемиды. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Если вы узнали себя в архетипе Афины, пишите в комментариях, ставьте хотя бы плюсики, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. Увидимся.